Всем привет, меня зовут Настя, и сегодня у нас на обзоре стойкий матовый тональный крем от Иф Роше. Вот так вот выглядит данная упаковочка. Такая миниатюрная, если честно. Прям в ручку помещается. И здесь всего лишь 30 мл, и я так понимаю, у него очень минимальный расход, потому что он достаточно густой. Это стойкий матовый тональный крем. Что нам обещает производитель, то что он матирует и остается на коже до 12 часов. А если он матирует, значит, если вы страдаете шелушениями, то забудьте про этот тональный крем. Сейчас я убью своего кота. Нам обещает производитель, что кожа будет матовой в течение 12 часов. Следовательно, если ваша кожа очень сухая, либо у вас есть шелушения, то желательно не использовать данный тональный крем. Это больше подойдет для ровной кожи, для жирной кожи, хорошо увлажненной кожи. Так как данный крем содержит пудру с усиленным абсорбирующим действием, следовательно, кожа будет прям матовой-матовой, как у фарфоровой куклы. Они нам обещают то, что жара, либо стресс, либо занятие спортом ничего не повредит нашему стойкому макияжу. Цена данного тонального крема 790 рублей, немного не мало, но, опять же, мне кажется, что здесь очень маленький расход, плюс это и в Роша. Это кто не был в магазинах, тот знает, кто был в магазинах, тот знает, что данные магазины очень хорошо стерилизованно выдержаны, плюс всегда девочки-консультанты в таких работают в форме, все у них на уровне, честно, как бы, когда попадаешь в данный магазин, очень приятно себя чувствуешь, у них все такое растительное, данная формула не комедонная и без парабенов у тонального крема. У меня под номером 200, вообще сам тональный крем ко мне как попал. Моя мама обожает косметику в Роша, она постоянно ей пользуется, и мне тоже очень нравится. Я также пользовалась их тональными кремами, и сейчас решила с вами протестировать, посмотреть, как ляжет новый тональный крем, потому что я его ранее не видела. Думаю, вам тоже будет интересно. Я сейчас нанесу немного на кисть, он достаточно жиденький, я хочу сказать, я думала, что он будет намного гуще, потому что по отзывам писали то, что он достаточно густой. Вот такую вот капельку я нанесла, и сейчас буду растягивать по всему лицу. О, он очень приятно пахнет, и у него отдушка совсем ненавязчивая. О, какой крутой запах, вау! Мне так нравится. Он очень хорошо распределяется по лицу, хотя отзывы были достаточно... Очень много отзывов было у девочек того, что они не успевали распределять по лицу, может быть, потому что они наносили это руками, хотя я хочу сказать, что если бы руками сейчас наносила, так же бы, наверное, легко распределялся продукт. Кожа такая бархатистая становится. Давайте еще немного нанесем наверх. Очень хорошо распределяется продукт, мне безумно нравится. Что я хочу отметить, он хорошо перекрывает красноту кожи. Какие-то постакты достаточно, которые у меня ярко выражены, он перекрывает. Очень легко наносится и быстро распределяется по лицу. Я не ожидала, я готовилась к тому, что я сейчас буду немного мучиться из-за того, что я начиталась отзывов. Вот еще раз доказываю то, что отзывы не всегда правдивые. Мне очень нравится, так приятно пахнет. Очень хорошо распределяется по лицу. Посмотрите, я за пару минут выровняла себе тон лица, тон кожи лица и как это все хорошо смотрится. Вы заметили, как сразу преобразилось лицо? Немного нужно увлажнить губы сейчас. Что отмечу по текстуре продукта? Очень хорошо распределяется. Да, конечно, если бы у меня были шелушения, то скорее всего он бы подчеркнул их. Но так как у меня их сейчас нет, я не могу вам ничего отметить по этому поводу. Но я вижу, как мое лицо очень матовое. И так красиво выглядит, как будто кукольное. Вы знаете, как у фарфоровых кукол и кожа такая гладкая. И она прям бархатистая, очень приятная. Нет никакого влажного финиша. И если я сейчас выйду на улицу и подует ветер, моя вот эта пыль, знаете, на улице, она не осядет на лице. Это очень, очень радует. Мне так нравится этот тональный крем. Он безумно классный. Я ранее использовала часто, очень часто, корейские тональные крема, BB крема. У них есть даже приматовой кожи, которой они обещают, все равно есть влажный финиш. Здесь такого нет. Моя кожа такая же, как и здесь. Она очень матовая, ровная и гладкая. И вообще нет никакой липкой пленки совершенно. Я сейчас рукой провожу. И вообще ничего не остается на моих пальцах. Она как вторая кожа, очень хорошо сцепился, тональный крем. Я не ожидала, что такой эффект будет. Очень классный тональный крем. Если вы вдруг себе смотрите, то присматривайте тональный крем, присмотритесь к данному тональному крему. Для жирной кожи просто, мне кажется, безумно подойдет. Супер. Я в один слой всего лишь нанесла тональный крем. И у меня уже перекрылись мои постакны, какие-то покраснения. Я получила ровный тон кожи. И мне безумно нравится то, что получилось на лице. Как быстро распределился продукт. Но опять же, я использовала кисточку синтетическую. Мне кажется, что я бы руками справилась. Он очень легко распределяется. Что я хочу отметить. Он не проваливается в поры. Он очень ровненько лег. Но все-таки я хочу заметить то, что если у вас вдруг есть шелушение, то данный тональный крем очень сильно подчеркнет их. Он очень матовый. И, конечно, кожа как будто я без тонального крема. Я вообще не ощущаю его никак на лице. И запах очень классный. Мне прям очень понравился данный тональный крем. Я считаю, что эти деньги очень оправданные. И супер. Если такой минимальный расход, просто две капельки на все лицо я быстро нанесла. Утром всего лишь две минуты составит труда вашего времени, чтобы добиться такой идеальной матовой кожи. И при этом он хорошо перекрыл мои постакне. Мне нравится. Ссылку на данный тональный крем я оставлю внизу в описании под видео, если вам будет интересно. Также всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, кому понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. Будем тестировать еще какие-то новые продукты. И также, кто не знает, у меня появилась страничка в инстаграме, там где я продаю свои вещи. Которые надевала хотя бы только один раз, либо вообще не успела надеть. И вы можете купить их по выгодным ценам. И подписывайтесь. Ссылка внизу в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю. Целую, обнимаю. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok